На выезде сбивать два мяча и проиграть, тем более в добавленное время, в большинстве очень неприятно, но я ребятам очень благодарен, и я думаю, что так агрессивно, может быть, против вас никто не играл, особенно второй тайм брать, который мы создали моменты, и очень сложно было, конечно же, отыгрываться, еще раз говорю, на выезде, но при этом я поблагодарил команду, и мы достаточно агрессивно играли второй тайм, но сложно что-то комментировать, когда проиграешь, еще раз подчеркну, то есть забив два мяча при нашей хорошей игре, пожалуйста, вопрос. Илья Николаевич, с учетом того, что в вашей команде дважды приходилось отыгрываться по ходу матча, вы были согласны на ничьи? Ну, мы ехали сюда за победой, знаете, это достаточно сложный вопрос, в том плане, то, что когда ты отыграешься, если, знаете как, если бы я хотел отыграться в чистом виде, я, поверьте, после второго гола, я бы не выпустил, там, допустим, Делькина, еще третьего нападающего, еще там, ну, атакующих игроков и так далее, поэтому внутри мы играли на победу, да, не удалось это сделать, но еще раз я благодарен ребятам, ребята молодцы, они выполняли установку, выполняли план на игру, то есть в перерыве сделали коррекцию, выпустили еще двух нападающих, то есть поменяли, и в целом организацию обороны по-другому стали действовать более агрессивно, вот, много накрывали, много накрывали, ну, при этом я, там, у нас же нельзя на суде комментировать, ну, когда там дважды поднимают флажок, когда выходит один на один, то есть, то есть, когда выходит один на один, мне, допустим, непонятно, мне непонятно, почему или, почему так бывает. Делькин и Савичев, наверняка, вам известно, бывшие такие наши команды. Сагуткин очень. Да. Вы с ними, для них этот матч особенный, они как-то, может быть, говорили, вам просились, может быть, в стартах состава? Ну, вы знаете, я по себе скажу то, что и пытность игрока, и тренера, то есть, когда играешь, вернее, играешь с той командой, которая ранее работала, там, в любом качестве, или, там, тренер, или футболист, это всегда, как бы, ну, есть подоплека, скажу так, и нет, мы, мы не разговаривали по поводу того, что, там, допустим, как-то для них этот матч, я просто знаю, что это всегда такой момент важный, и хочется выйти, хочется сыграть, и все трое были сегодня на поле. Очень надеялся то, что Артем сможет забить, очень надеялся на это, и, как бы, решить игровой эпизод. Часто так бывает, когда футболист как-то играл, и, ну, решает игровой эпизод в своей бывшей команде, очень надеялся в это. Этот матч с Енисеем был ключевым в борьбе за стыки? Ну, его нельзя, скажем так, как бы, так выносить, там, ключевым, в любом случае, там, опять же, предположить то, что следующие игры мы можем наверстать, вы можете где-то очки потерять. Да, да, неприятно, это важная игра, но сказать, что, ну, там, там, ключевая какая-то, и, там, то, что мы потеряли все, все шансы абсолютно нет, абсолютно нет, и мы в это верим, мы понимаем то, что от нас зависеть надо. Знаете, основной комментарий, наверное, он может заключаться, ну, скажем так, в одной детали очень важной. Это деталь нашей болельщики. Дорогие те, кто был сегодня здесь, кто за нас переживает, не имея возможности, там, приехать в Манеж нашу. Эту победу мы вам посвящаем, я сейчас объясню, наверное, почему я с этого начал. У нас много что не получается, у нас есть проблемы в обороне, у нас есть проблемы, там, в переходных фазах, у нас есть какие-то проблемы в линии атаки. То, что это искренняя команда, которая хочет радовать не только результатом, но и своей игрой искренней, опять-таки повторюсь, да, с какими-то, там, легкими ошибками, с какими-то неправильными действиями. Но это пацаны у нас собранные, которые знают, ради чего мы здесь вместе находимся. Вот. И я очень надеюсь, что мы могли не забить этот гол в конце, да, но то, как мы играли, как мы хотели выигрывать, как мы хотели выигрывать предыдущую игру, как мы хотим выигрывать каждую игру, в которой мы выходим на поле. Я очень надеюсь, для тех людей, которые еще не очень нас верят, что мы их не разочаруем, мы хотим, чтобы их было больше, 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 тем более, когда мы перейдем на наш замечательный центральный стадион, да, где намного больше людей. Ну, вот, я прошу прощения за такой немножко эмоциональный сейчас такой спич, но это, наверное, главный итог такой, наверное, бездетальной в игре сегодняшнего матча. Владимир Вячеславович, сегодня был несколько удивлен я, по крайней мере, стартовым составом. Коля Марков, который очень долго не играл и вышел в стартовом составе, вы были настолько недовольны игрой Бивеева в матче с Эринбургом? Нет, безусловно, нет. Миня тоже очень, да, очень важный для нас футболист. Он провел все игры от звонка до звонка и немножко бросил из глаза вот в этом тройнике, да, что уже предыдущую игру чуть-чуть мы увидели. Ну, это, наверное, опять-таки, реальное состояние ребят, которые играли там через три на четвертый, там, с перелетами, с подлетами. Коля очень много пропустил, так получилось, что на сборах, да, он там получил травму, очень долго лечился. И, опять-таки, наверное, возможно, он чуть раньше бы мог быть конкурентом, но в связи с тем, что, опять, у нас не было циклов таких полноценных игровых, вот, набирание формы прошло чуть больше. Мы абсолютно уверены в Николае, и если мы были не уверены, поверьте, что играл бы кто-то другой, вот. Ну, здесь все в копии, как бы мы, наверное, для себя внутри рассматривали, и вопрос в том, что очень сложно, долго не играя именно, одно дело, там, ты тренируешься, другое дело, это официальная игра, где объем другой. И интенсивность чуть другая, без тех пауз, которые можно давать, там, да, в тренировочном процессе. И плюс мы понимали, что Мингиян во втором тайме тоже выйдет, и это не 90 минут, а 45. В принципе, так и произошло, и Коля в первом тайме, и Мини во втором делали, старались сделать все то, что мы хотим. Не все получалось опять, как я люблю говорить, но... Замена вкладникова, с чем связано, что с первым таймом? У нас есть ребята, которые тоже готовы, на наш взгляд, играть, мы не можем выпускать там 12, 13, 14 человек, у нас очень серьезная конкуренция, очень серьезная, да, в линии атаки, и несмотря на то, что Андрюшко там забивает важные голы, да, вот вышел там, например, Илья, и забил опять-таки тоже важнейший гол. Ну, да, это показатель того, что у нас футболисты, которые в честной конкуренции пытаются доказывать, кто из них сильнее, и, наверное, это, знаете, какие-то моменты, это хорошо, когда 45 минут один нападающий нагнетает, заставляет защитников постоянно совершать там какие-то рывково-тормозные действия, там, высокоинтенсивный бег, прыгать, падать, там, вставать, да, во втором тайме выходят ребята свежие... Добить. Он показал, что он с нами, и сегодня, опять-таки, его выход оправданный, вот, и не только потому, что забило, потому что какую работу он делал, сколько он делал полезных вещей... В продолжении темы про Илья Малтининова, с учетом товарищеской игры за вторую команду, где Илья забил победный гол первый, с учетом трех последних игр, Илья отличается в каждом матче. Забил два и результативная передача на его счету. Неужели он заслужил место в стартом составе? Или вы планируете его дальше выпускать, как такую палочку на вычалочек? Ну, вот, опять-таки, да, у вас был первый вопрос, почему поменяли Андрея, и потом, например, почему там не выходит Илья, потому что есть... Ну, знаете, опять, это такие, знаете, внутренние какие-то вот узелочки, которые ты чувствуешь внутри, даже вот вчера, там, понятно, что тренировка для тех ребят, которые играли три дня назад, она была предыгровая очень-очень короткая, да, но все равно мы видим какие-то детальки и понимаем, что мы будем требовать от Андрея в игре с условным Сокроном, да, с их центральными защитниками в первом тайме, и что потом мы можем требовать от Ильи во втором тайме. Вот, так же, как и Никита Глушков, да, вышел, и вот то, что в первом тайме соперник встал в свою штрафную практически, да, вот выход, и как раз-таки, Никита Глушкова, он был оправданный, потому что это человек, который может один в один в малом пространстве сыграть, но вот мы, конечно, не думали, что мы готовились, вам честно скажу, к тому, что будет агрессивно идти Акрон, потому что во всех играх они очень агрессивно играли, и в это ралли у них бежали, там, очень большие расстояния, в крайних защитников давили, пытались накрывать, но, наверное, это работа нашей команды, что против нас опускаются, ну, возможно, я не хочу прифантазировать за соперников, вот. Последний вопрос, ну, от меня, по крайней мере, как будете решать проблему отсутствия Саши Зотова в матче с известным соперником Снеги Хибиков? Уже есть понимание? Вы знаете, ну, наверное, той же фразой, что говорил про атакующих наших ребят, что у нас есть и Саша Канаплин, который сегодня неплохой матч провел в позиции, там, восьмерки, если мы будем играть, там, ромбом условно, да, у нас есть Никита Раздорский, который тоже может, ну, тоже может, это его позиция, то есть будем играть, играли в Томске, и понятно, что игра в Томске, наверное, не самая качественная была, и, возможно, что по причине того, что Саши нет, но это футбол, к сожалению, мы очень расстроились, что показали ему вторую желтую карточку, вот, ну, что делать? Вопросов не было по этому предупреждению второго у вас? Ну, я не очень хочу про это говорить, у нас огромное количество вопросов было по второму тайму, но бог им судья, как бы говорится, как он судит, это, ну, я не буду ничего говорить.